В этом году подать документы можно как лично, так и направлять через портал госуслуги или информационную систему ВУЗа. Вступительные испытания могут быть по нескольким предметам на выбор поступающего, например, по физике или информатике. Абитуриент сам выберет, какой из предметов он сдал лучше и предоставит нужный результат ЕГЭ. Так ВУЗы смогут отобрать лучших абитуриентов, а у поступающих появится больше возможностей. Конечно, у детей есть выбор, детям будет лучше. Как будет ВУЗам сказать пока сложно, потому что это зависит от того, как сработает информационная система, как будет происходить выгрузка, загрузка в федеральную информационную систему, технических вещей. Пока мы не знаем, хорошо ли это, плохо. Но можно предполагать, что вырастет проходной балл и средний балл ЕГЭ соответственно. Если раньше конкурсы проводились отдельно по каждой специальности, то теперь ВУЗы смогут провести единый конкурс по нескольким родственным специальностям. Это позволит отобрать абитуриентов в целом на факультет и уже в процессе обучения делить их по профилям. И это еще не все. В одном ВУЗе можно будет выбрать от двух до десяти направлений для поступления. Абитуриенты в списке поступающих не увидят свои фамилии, их заменят на номера СНИЛС. Это необходимо для того, чтобы защитить персональные данные несовершеннолетних. С этого года ВУЗы смогут проводить дополнительное зачисление на основании конкурсных списков. К примеру, если в последней неприемной комиссии кто-то забирает документы, университет может зачислить следующего в списке абитуриента. Список поступивших на сайте ВУЗы обязаны обновлять не менее пяти раз в день. Анна Рашегирова, Александр Антропов. День с толком. Продолжение следует...